В Алтайской отрасли пчеловодства появилась новая организация для защиты интересов производителей меда. Объединение не коммерческое, исключительно общественное. Чем оно занимается, чем отличается от уже действующих союзов пчеловодов и какие ставят перед собой задачи? Об этом мы говорим с представителем правления союза Алексеем Ширяевым и заместителем председателя Михаилом Хорошевским. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Для начала объясните, почему пчеловодам стоит вступить именно в ваш союз? Чем он так уникален? Можно? Да, конечно. На сегодняшний день в Алтайском крае существует несколько организаций пчеловодов. Но такой организации, где были бы только пчеловоды, на сегодняшний день нет ни одной. Все они объединяют и пчеловодов, и переработчиков. На сегодняшний день это не совсем правильно, потому что интересы пчеловодов и переработчиков немножечко не совпадают. Ну, в частности, например, по закупке меда. Пчеловоду надо как можно дороже продать, а переработчику как можно дешевле его купить. И очень много есть задач общественного характера, которые переработчиков также не интересуют, а интересуют только пчеловодов. Наша организация, она создана снизу, создана по инициативе самих пчеловодов. То есть на сегодняшний день у нас в правлении организации все пчеловоды. Нет ни одного, ни чиновника, ни переработчика, ни прочих людей там со стороны. И одна из таких глобальных еще проблем, что бы хотелось добавить, это рассказать людям о том, что все-таки вспомните, что мед он полезен. Понимаете? Проблема появилась, что люди перестали есть мед. Мед как-то стал каким-то эксклюзивным продуктом, а он должен быть продуктом ежедневного употребления. Это, может быть, вопрос даже такого глобального, в рамках страны, в масштабах здоровья нации. Вот так вот я бы сказал даже. То есть съесть его можно не только, когда ты болеешь? Естественно, ежедневно его надо кушать. Естественно, во многих семьях, где пчеловоды, например, у меня, у меня нету сахара в доме вообще. Вы его замените медом? Только мед. Все, вазочка с медом на столе, сахарницы нет. А на здоровье как это влияет? Нормально влияет. То есть вот такие вот периоды, когда грипп, чтобы я заболел, ну это вообще нонсенс. Ваш союз пока не зарегистрирован официально, сейчас документы как раз на рассмотрении. Но первый съезд уже состоялся, то есть работа уже идет. Вот чем вы сейчас занимаетесь? 17 марта документы были поданы в Министерство юстиции для регистрации. Сейчас мы ждем. Но, несмотря на то, что пока еще не получили ответ о регистрации, мы уже включились в работу. Так, например, наш председатель Андрей Любимов съездил в Башкирию, там было Всероссийское собрание организации пчеловодов по проведению Всемирного конгресса пчеловодов в 2021 году, который будет в Башкортостане проходить. От имени нашей организации подготовил письмо с предложениями, как будет участвовать Алтайский край в этом мероприятии. Кроме этого, нашим председателям было направлено письмо в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Очень много есть проблем, связанных с расстоянием между пасек, особенно если это не просто пасек, а, например, племенной репродуктор. Для таких племенной репродукторов необходима зона в 25 километров, для того, чтобы не происходило смешение пород пчел. Сейчас по существующему законодательству это только 7 километров определено, то есть это недостаточно. Затем, очень много проблем, которые в прошлом году возникли не только в Алтайском крае, но и повсеместно в России, это применение агрохимии, вредной для пчел, но не только для пчел, но и для человека. Так, например, фермеры применяли в прошлом году ядохимикаты первого-второго класса опасности. Хотя у нас есть наработки фермеров, в том числе в Алтайском крае, по применению химикатов меньшего класса опасности, третьего, четвертого, а также биопрепаратов. То есть вы хотите добиться запрета использования химикатов первого и второго класса? Мы с такими предложениями выходим в правительство. А пока вас сельхозпроизводители слышат? Это неоднозначный вопрос. Мы провели ряд собраний в районах края. В некоторых районах мы нашли взаимопонимание, как с фермерами, так и с администрациями этих районов. В некоторых нет. Но то особо хотелось бы отметить Новичихинский район. Там во время собрания присутствовали фермеры, которые уже используют биопрепараты. У них есть прекрасные наработки, хороший результат. И мы хотим вместе с этим фермером тиражировать этот опыт и на остальные районы края. А вот продолжая тему того, что прошлым летом очень многие пчелы, миллионы пчел погибли, некоторые пчеловоды так и не получили компенсации, да, я правильно понимаю? Да. Вы как-то можете помочь в получении их? Смотрите, буквально на днях я посетил Министерство сельского хозяйства. У меня состоялась беседа с заместителем министра сельского хозяйства Чмыревым Михаилом Анатольевичем. И одну из проблем, вот эту мы подняли. Вообще, получается, эта акция была разовая. То есть в планах Министерства сельского хозяйства уйти от этого, чтобы не было такого. Потравили, отдали деньги, потравили, отдали. Получается, государство выкидывает деньги. Они не используются эффективно. Создается на сегодняшний день система оповещения пчеловодов. Через существующий ресурс Министерства сельского хозяйства Респак. Каждый пчеловод должен будет в своем смартфоне установить приложение. И тот же, кто сеет культуры. И оповещает друг друга. Что касается по поводу выплат. Проблема в том, что большие пробелы в законодательстве, скажем так. Поэтому пчеловоды многие не получили выплаты. Даже те, кто получили, получили мизерные выплаты. Там 3600 рублей за одну погибшую пчелосемью. Хотя на сегодняшний день стоимость такой пчелосемьи, она минимум 5000. Не считая того, что пчеловод не получил прибыли. Так называемая упущенная выгода. На юридическом языке. То есть по упущенной выгоде даже еще пока не было ничего. Но у нас, в нашей организации существует мнение, что если пчеловод был признан потерпевшим, и установлены лица, которые в этом виновны, то, конечно, мы будем оказывать всяческую помощь, даже с привлечением юристов, чтобы помочь людям получить вот эти выплаты. Особенно, что касается упущенной выгоды. Само же министерство предлагает нам выработать такую систему, чтобы уйти от этого. Но, конечно, само просто оповещение, раз оповестили, оно не дает стопроцентной гарантии, естественно. И есть, конечно, и пчеловоды, некоторые находятся в тени, а у них не знают. Что касается нашей организации, мы приняли в уставе, это у нас прописано, что должна быть пасека обязательно зарегистрирована. То есть ветеринарно-санитарный паспорт пасеки должен быть у пчеловода, тогда он может вступить в нашу организацию. Это даже вне зависимости от какого-то количества пчелосемей, да? Конечно, вне зависимости от количества пчелосемей. И с фермерами, да, вот нужен контакт. То есть нормальное явление, и нас же поддержал замминистра, что не должны страдать ни те, ни одна сторона, ни другая. То есть люди производят рапс, мы производим мед, мы находимся, конечно, теоретически мы находимся на равных, но практически перевес в ту сторону, как говорится, кто сильнее. Сильнее, сильнее, а сильнее тот, у кого там финансовые, наверное, рычаги больше. Но этого не должно быть, такого перекоса. И надо выходить на цивилизованный уровень работы. Один из наших пчеловодов, член нашего управления, Алексей Неденко, рассказывал, что он был за границей, и он наблюдал такую картину, что аграрии сеют рапс, пчеловоды стоят на этом рапсе и получают мед, потому что рапс – это хороший медонос. Все довольны, пчел не травят, пчелы не гибнут. Вот к чему нам нужно прийти, к цивилизованному ведению хозяйства. То, что было в прошлом году, это, конечно, анархия. Такого быть не должно, нужно. Одно из основных, конечно, наших направлений – это прийти к тому, что предотвращение, конечно, вот этих ситуаций, а не борьба друг с другом. Борьбы вот этой не должно быть, конечно. И к вопросу о пчелах, вы как раз вступаете за защиту популяции алтайской пчелы. А она проще переживает зиму, да? Да. В этом ее преимущество. Да, в этом ее преимущество, что она приспособлена для суровых условий алтайского края с длинной зимовкой. Эта пчела очень, скажем, интересна именно для местного пользования. А она у нас как распространена по краю? Сейчас она сохранилась в горных и предгорных районах очагами. То есть она на грани вымирания. Поэтому сегодня надо серьезные меры принимать по ее сохранению. Иначе мы можем просто потерять ее. Ну и расскажите, что вы собираетесь делать с брендом «Алтайский мед». Как вы его будете помогать, его продвижению? Ну, по бренду «Алтайский мед» проблема в том, что многие нечестные на руки, так скажем, предприниматели продают. Под видом бренда неизвестно что. Что мы хотим? Как общественная организация мы собираемся контролировать этот процесс. То есть если мы будем выявлять такие случаи, естественно, мы будем писать заявления соответствующие органы, чтобы привлекали из-за этого и нанесли люди наказание. Вот это одно из движений по продвижению бренда, по защите, так сказать, бренда. Но это ловить за руку, получается. Ну, получается, нам придется выполнять одну из таких функций, которые должны выполнять надзорные органы. Ну, а то она и общественная организация. Вот, защищать бренд «Алтайский мед». Ну и сами, то есть самим пчеловодам нужно производить мед качественный. Вот это тоже очень важно, чтобы каждый по совести, совесть на самом деле лучший контролер, по совести работать и поставлять на рынок качественный продукт. Потому что надо же понимать, что его люди потребляют, не машины. Это много значит. На первом съезде у вас было 93 пчеловода. Все они намерены вступить, как только будут готовы документы. А скольких вы вообще ждете? Сколько у нас пчеловодов в крае? В сегодняшний день по официальной статистике около 5000 пчеловодов. Но у нас очень много незарегистрированных, у которых нет паспортов пасек. Их на самом деле больше в два, может быть, даже и в три раза. И вот одна из работ нашей организации, которую мы сейчас ставим, и тоже общественная работа, это убедить пчеловодов зарегистрировать свои пасеки. Мы надеемся привлечь, ну, может быть, всех пчеловодов не удастся, но несколько тысяч пчеловодов мы готовы привлечь в свою организацию. И вот, пользуясь этой передачей, обращаюсь ко всем пчеловодам края вступать в нашу организацию. Спасибо большое за беседу. А я напоминаю, что речь сегодня шла о новом объединении пчеловодов края и новых направлениях из защиты. До скорого! До свидания.